При отступлении с правобережной части Херсонской области российские военные вывезли заключенных украинских тюрем в 10 колоний на территории России. Об этом говорят данные правозащитных проектов «Русь-сидящая» и «ГУЛАГУ-нет». Большая часть исправительных учреждений, в которых сейчас находятся украинские заключенные, расположены в Краснодарском крае. По информации Владимира Осечкина из «ГУЛАГУ-нет» с похищенными людьми обращаются жестоко, против них применяют электрошокеры. От российских заключенных украинцев изолируют. И по данным основателя правозащитного проекта «Русь-сидящая» Ольги Романовой, всего российские войска вывезли из Херсонской области 5000 заключенных. Ольга Романова, основательница фонда «Русь-сидящая», сейчас в гостях в нашем эфире. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эти 5000 человек из украинских тюрем, из Херсонской области, это, я правильно понимаю, это все осужденные ранее, до войны, по украинским законам за преступления на территории Украины. И сейчас их вот в таком количестве российские солдаты принудительно вывезли в российские колонии. Да, я хотела бы уточнить, что 5000 – это в том числе Херсонская область. И в основном это Херсонская область, но не только заключенные, а и, например, люди, которые тоже не могли никак, например, выразить свое согласие, они не были на свободе. Это, например, обитатели психонерологического диспансера. Они сейчас находятся в Крыму, и мы, в общем, очень мало что знаем об их судьбе, их тоже вывезли без согласия опекунов и без, конечно, чего бы то ни было разрешения. Да, это в основном украинцы. То есть это не те, кто вот в дни оккупации был задержан там за проукраинскую позицию. Это именно те, которых судили по украинским законам, правильно? До войны. К сожалению, и люди, которые выступали за Украину, не стесняясь и не боясь ничего, выражали свое мнение. К сожалению, и они тоже. Но здесь очень такая тонкая черта и тонкая грань. Я бы на их месте попыталась сейчас раствориться в общей массе заключенных и не стала бы об этом распространяться. То есть это будет безопаснее для их сохранности? Это безопаснее. Лучше быть рядовым, так сказать, зэком, простите, чем просто задержанным с проукраинской позицией. Я боюсь, что в таком случае будет ожидать статья, в лучшем случае, экстремизм, но вообще-то терроризм. Поэтому, если кто-нибудь нас слышит, если вдруг они нас услышат, ребят, говорите, что вы за кражу вас взяли, пожалуйста. Ну то есть, на родине у вас разберутся, давайте будем настаивать, что вы за кражу, за что-нибудь другое. Просто вам будет так легче пережить эти страшные дни. И поэтому давайте будем считать, что это абсолютно все люди, которые совершили преступления на территории Украины, которые подпадают под действия Украинского уголовного кодекса и были осуждены украинскими судами. Ольга, а можно предположить предназначение вывезенных украинских зэков в Россию? Наверняка их хотят использовать тоже как, не знаю, как солдат, да? К сожалению, да. Другого объяснения нет. И при всем при том, что им обещают сейчас пересмотр их сроков и пересмотр квалификации их преступлений или правонарушений, согласно Российскому уголовному кодексу. Потому что, ну вы знаете, российские власти почему-то вдруг с чего-то считают Херсонскую область, входящую в состав Российской Федерации. Оля, ну это, простите, но это как-то все так странно звучит. О какой законности может быть речь? Они вывезли наших заключенных на свою территорию и хотят их эти сроки в соответствии с российской судебностью. Зачем это нужно? Такое беззаконие на каждом шагу, такие военные преступления. Почему их сразу не переодели в российскую военную форму и не бросили на фронт, поставив сзади автоматчиков, как делают со своими зэками и просто мобилизованными, которые не хотят воевать? Зачем тут эта законность? Ну, собственно, об этом и идет речь. Здесь такой вот нескончаемый идет карнавал беззакония и ужаса. Мне кажется, здесь для российских властей очень важно поставить украинцев на колени, заключенных украинцев поставить на колени и заставить их подписать контракт с ЧВК «Вагнер», например, под угрозой большего срока, под угрозой худшего содержания. Им важно сделать так, чтобы украинцы взяли в руки оружие и пошли воевать против украинцев. Для них это важно. И поэтому их не смешивают с российскими заключенными, чтобы именно работать, промывать мозги, скажем так. Промывать мозги, чтобы показывать это для внутреннего потребления внутренней публики, что вот, вот, даже заключенные украинцы восхитились русскими тюрьмами, мы прониклись русской идеей и пошли, значит, громить Украину. Для них вот важно это сделать с особым цинизмом. Ну а зачем? Зачем они убивали в буче? Зачем они стреляют в мирных граждан? Зачем они стреляют по инфраструктуре на глазах всего мира? Зачем они оставляют украинцев, женщин, детей, младенцев, да, без тепла, без света? Зачем? Это вот ровно тот же ответ. Это ровно тот же ответ за тем, чтобы вам было больнее. Послушайте, я предполагаю ответ на свой вопрос, но тем не менее, вообще есть какая-то возможность у этих заключенных, незаконно вывезенных уже с нашей территории, как-то контактировать с адвокатами, правозащитниками, может быть, с родными? Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас стараемся делать все для того, чтобы установить с ними связь. Мы это очень немногие оставшиеся российские правозащитники. Ну и, собственно, и я вам это говорю из Берлина, у нас работают сотрудники в Руси сидящие, но их, все-таки, немного. И дело в том, что что самое сложное? Самое сложное то, что родственники украинцев не могут с ними установить связь. Даже как происходит это все? У нас, собственно, сначала родственники российские, если они есть, да, нам звонят, пишут, и мы таким образом узнаем, где люди. А сейчас украинская страна не может этого сделать. Нет связи с Россией, они не знают, где они. То есть каждый раз мы должны каждого человека, каждого человека установить его местонахождение. Это очень и очень сложно. Потому что письма не приходят с Украины, позвонить с Украины нельзя, послать передачу нельзя, послать посылку нельзя. И это большая проблема. То есть мы должны написать в Руси сидящие порядка трех-четырех тысяч писем и разослать их по десяти колониям на те имена, которые мы знаем. Хорошо, мы знаем сейчас порядка 200 имен, к нам обратились 200, порядка 200 родственников. То есть мы должны эти письма написать, отправить во все адреса, и на одно письмо, одно письмо, может быть, дойдет из этих, и нам ответят. И нам ответят, и тогда, возможно, мы установим местонахождение одного человека. И вот так вот каждого по крупицам. И когда мы знаем, что пришло письмо, и находится в колонии, условно говоря, номер 19 в Волгоградской области, и тогда мы с вами будем знать, что ему можно послать посылку и послать адвоката. И вот так вот несколько тысяч раз нужно сделать. А если этого не случится, то есть вы предполагаете, что в скором времени после определенных действий, промывки, отсидки в российских колониях наших заключенных могут вербовать в ЧВК Вагнер или какую-то другую частную военную компанию, которая сейчас появляется в России. И мы знаем, какие методы вербовки применялись. Наверное, к нашим заключенным эти методы будут еще более, так сказать, изощреннее. Ну, вы знаете, я боюсь еще другого. То есть то, что я предполагаю, это еще не самое страшное. Потому что до сих пор, все-таки, если у тебя есть устойчивое желание не ходить, воевать с ЧВК Вагнера на территорию Украины, это можно сделать. Это надо сказать, что российские заключенные идут туда, правда, валом. По собственному желанию, собственному стремлению. Если человек не хочет, его никакими силами не удастся завербовать в ЧВК Вагнера. А вот мобилизация – это другое дело. Поскольку, я уверена, что они будут насильно все признаны российскими гражданами, тогда их никто не спросит. Вот это, я думаю, еще пострашнее будет, чем наемщица в ЧВК Вагнера. Вы имеете в виду мобилизация по отношению к гражданским? Это будет еще жестче, нежели к тем, кто осужден? Я сейчас объясню. Дело в том, что до последнего времени, до середины осени, мобилизация осужденных была невозможна. Это было просто в прямую запрещено законом. Люди с судимостью, с действующей судимостью, заключенные люди, и люди, у которых еще не погашена судимость после отсидки, не могли быть никак не мобилизованы, не призваны, не заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. А теперь этот закон изменен. Теперь мобилизация коснется российских осужденных. И в ближайшую волну мобилизации они пойдут под не вербовку, а уже под вполне себе насильственный призыв. Но дело в том, что теперь и жители Херсонской области Россия считает своими. И херсонских заключенных она будет считать своими. И если от ЧВК Вагнера, я уверена, я абсолютно убеждена, что украинцы откажутся, то здесь я вообще не знаю. Я не знаю, как им удастся и удастся ли избежать мобилизации. Конечно, мы делаем все для того, чтобы привлечь к этому внимание и международные организации. И мы будем сделать все для того, чтобы этого не случилось. И будем, конечно, обращаться и в прокуратуру. Я уверена, что... Ну что прокуратура, российская прокуратура? Ну считайте, что этого нет ничего. Да, ничего этого нет. Это будет сложно, это будет сложно. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что пока именно херсонских заключенных не тронут. Потому что достаточно еще осталось и российских заключенных. 420 тысяч было заключенных российских на начало войны. Есть, кстати, цифра, сколько их могло погибнуть уже тех, кого позвали воевать? Нет, этих цифр нет. Единственное, что мы знаем, вот нам сегодня поступило очередное сообщение от родственницы, от родственницы заключенного погибшего, очередное сообщение. То есть это очень трудно проверить. Мы не можем прийти там с судмедэкспертом на похороны или там в морг, тем более, посмотреть на тело. Но несколько родственников нам уже сообщали о том, что когда начинают хранить и есть возможность рассмотреть, увидеть тело, а это бывает очень редко, этого не бывает на самом деле никогда, что говорят, что помимо полевых ранений еще вот есть размажена голова. То есть проверить это невозможно. Практически на доверии к словам родственников. То есть тут возникает вопрос, что было раньше? Или голову разбили? А судя по всему, Чавака Вагнер такие методы принимает, применяет? Возникает, поскольку мы не видим раненых. Мы не видим раненых и не видим вернувшихся с войны. Мы не видим людей, которые... Да, она показывала Пригожин четыре человека, у которых оторвало там руки-ноги. Но мы же знаем прекрасно, что ранения бывают разные. Мы вот здесь, в Германии, встречаем, здесь в госпиталях лечатся раненые украинцы. Мы понимаем, что бывают там ранения головы тяжелые. Мы видим, что там люди слепнут. Получается, что у всех таких нет ранений, у всех этих заключенных. И что? А где они? А где они? Их нет. А, кстати, о мотивации заключенных пойти воевать. Чавака Вагнер, тот же Пригожин, обещал заключенным помилование через какой-то там срок военных действий в Украине, не помню, полгода, кажется. Есть вообще примеры таких помилований? Ну, вы знаете, нам показывают очень много бумажек. Пригожин раздает налево и направо. Но дело в том, что даже когда, собственно, обещал это помилование, он говорил, что оно наступило через полгода после начала участия в боях. Первые бои были 14 июля прошлым летом, значит, тогда 15 января. Бои, в которых заключенные принимали участие? Да, принимали участие заключенных. Значит, 15 января это строго истекает. То есть начинает, вернее, действовать. И тогда посмотрим, подпишет ли президент. А только президент имеет право миловать, а никакой не Пригожин. Такой соответствующий указ. Учитывая, с какой скоростью гибнут вот эти заключенные и мобилизованные по 500-800, а то и по 1000 в день, ну, вероятность того, что мобилизованный заключенный на фронте выживет, мы с вами понимаем, наверное, минимально, крайне мило. Ну, вы знаете, как не прискорбно это говорить, да, тем более, там, мне не стоит это говорить как правозащитнику. Но я не испытываю большой эмпатии по этому поводу. Мне жаль, что люди отправляются на войну, что это заключенные, что они убивают. То, что они убивают. Когда они погибают сами, ну, я... У меня только одна мысль, что они больше не убьют украинцев. Да. А вы знаете, вот сегодня американское новостное интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров Центрально-Африканской республики пишет, что принадлежащая Пригожину ЧВК Вагнера начала вербовку в тюрьмах Центрально-Африканской республики и там якобы тоже набирает людей для военных действий в Украине. О чем это может свидетельствовать? Что зэки в России заканчиваются и на фронт будут отправлять, кроме, как мы предполагаем, украинских еще и осужденных из Африки под флагом России? Ну, вы знаете, нам сообщали еще и туркменские правозащитники, что Вагнер займёт в тюрьмах Туркмении, где тоже вербуют заключенных. Я думаю, речь не идет о том, что не хватает заключенных. Их хватает, более чем хватает в России. Речь идет о том, чтобы замазать как можно большее количество стран и народов. Просто замазать кровью. Ну, а может быть, это те самые 1-5 миллионов, которые, как сказали, в российском Минобороне необходимо, чтобы победить в войне. Может, вот так вот, количеством всех никого не жалко? Никого не жалко. Да, поэтому сгодятся любые заключенные. Африканские заключенные, туркменские заключенные. И вот с особым цинизмом. Я думаю, что это будет преподнесено с особым цинизмом и заключенные из Ферсонской области. А послушайте, Ольга, а есть у вас некое понимание, как вообще солдаты, офицеры, командиры регулярной российской армии относятся к тому, что они воюют вместе с заключенными? Это никак не порочит честь их мундира? Или на фоне всех военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, воевать вместе с зэками, это уже нормально? Ну да, слово «честь мундира», я думаю, к российской армии уже не применимо никак, никоим образом. Но тем не менее, тем не менее, мы слышим рассказы о том, ну, это рассказы скорее мобилизованных, да, не контрактников, что им приходится воевать рядом с, как они пишут, урками, зэками, конечно, у них отношение плохое, но дело в том, что сейчас русский человек, отдельно этот русский человек вообще никого не любит и никому не сочувствует, ни уркам, как они говорят, ни собственным соседям не жалеет никого, и в том числе и себя. Мы же видим прекрасно, как матери совершенно спокойно дают детей на войну, с каким удовольствием получают деньги за убитых, и ничто не дрогнет, как священники призывают женщин больше рожать, не потому что, там, плодитесь, размножайтесь, не потому что там это божье провосило, а потому что тогда не жалко будет, если парочка-трочечка погибнет детей, так еще есть, пожалуйста. Именно так и формулируют, да. Ужас. Скажите, вот мы говорим постоянно в эфирах о бунтах мобилизованных, они протестуют, ну, кто-то в целом против войны не хочет идти воевать и быть убитым, к ним одно отношение. Есть те, кто просто жалуется, ну, в общем-то, изначально не против воевать, но против условий. Не одели, не обули, не накормили, живем в лесу, холодно, голодно и тому подобное. Какие-то подобные бунты возможны, и есть ли они среди заключенных, которых или собираются отправить на фронт, но они против, или они уже оказались на фронте, понимают, куда они попали и понимают, что лучше быть в своей уже привычной камере, чем непонятно, как замерзнуть просто или быть убитым на поле боя. Такие бунты возможны? Есть ли они? Ну, вы знаете, тюремные бунты, тюремные протесты, это, в общем, вполне традиционный был способ борьбы, в том числе и за свои права, и, например, за право не убивать. И мы видим такие бунты на свободе, потому что вот что делается прежде всего в тюрьмах, когда идет массовый протест, это в том числе и массовое членовредительство, называется вскрыться. Да, люди все вскрывают вены, то есть я к этому не призываю, но это считается самый действенный, самый надежный способ такой взбастовки. Но при этом мы видим это на свободе. Вот на днях в Новосибирске на улице скрутили парня, отправили его в учебку, то есть сразу его мобилизовали, насилили на улице, схватили. Так он на учебке себе ногу прострелил. Да, это членовредительство, которое я не могу никак, допустим, всем советовать, но я очень, конечно, уважаю этот поступок, не всякого сомнения. Конечно, это способ жестокий, жесткий, но это поступок, и это вот такое действенное нежелание идти убивать других людей. Да. Ну, знаете, тут казалось, что еще может удивить или поразить, но это еще все вот не предел. Стало известно, в Саратовской области начали увековечивать имена зэков, и 28 ноября мэр этого города подписала постановление об установке памятной таблички некому Ковырзину, ДА. Вы об этом писали, да, что вот этот зэк из колонии 11 города Бор Нижегородской области погиб. Интересно, на этой табличке весь путь к геройству отметят? Это как-то мотивирует других последовать примеру Ковырзина? К сожалению, да. К сожалению, да. И вот я вам сейчас еще расскажу. У нас есть еще сегодняшнее сообщение, совершенно ужасное. Заключенный Виктор Белкин, который отбывал наказание в Омской области. Колония особого режима. Это особый режим, это страшный человек. Он убил семилетнего мальчика и его отца с особой жестокостью. И вот он сейчас, и вот он сейчас воюет в Украине. И если он погибнет, я надеюсь, не факт, что ему не будет установлена вот такая памятная табличка, как герой. Кошмар. Ольга, спасибо. Спасибо за время, которое уделили нашей программе. Спасибо. Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», была в эфире телеканала «Фридом». Спасибо.